Всем привет, друзья! С вами Раликина и на моем канале вы сможете найти множество различных видео по обучению данной игре. Сейчас видеороликов немного, но я играю, активно играю и начинаю снимать контент по данной игре. Вы сможете найти и прохождение Древней Гробницы, и все события в игре, которые появятся. И любые вопросы вы можете задать в комментарии, либо в нашей группе ВКонтакте, и получить на них ответ от создания Альянса и любые другие вопросы. Если ты смотришь впервые мое видео или уже неоднократно был на моем канале и до сих пор не подписан, обязательно подписывайся. Красная кнопочка будет внизу под видео и пиши свой комментарий обязательно, если вам понравилась тема, не понравилась, либо другой вопрос по игре. И сегодня у нас будет видео про грабеж, как правильно грабить, как правильно выбрать цель и как нам найти ресурсы, чтобы не потратить большое количество телепортов. Во-первых, телепорты мы можем добывать, телепорт Альянса и случайные телепорты мы можем добывать с вами в бирже. Вот сюда вот переходим, вот столько вот стоит телепорт Альянса. Мы нажимаем купить и забираем наш телепорт. Также есть множество, вот еще телепорт Альянса, также тут есть случайные телепорты. В принципе, что нам нужно, это телепорты Альянса. Это самое найдешевое количество, как качество грабежа, то есть получается. Продвинутый телепорт у нас стоит 2000 золота. Или мы можем его зайти и купить на рынке Альянса. То есть у нас есть на рынке Альянс продвинутый телепорт стоит 120 тысяч чести Альянса. То есть это не совсем дешево получается для того, чтобы покойно летать и тратить такое количество золота. Золото телепорт стоит 2000 продвинутый. Вначале нам нужно найти с вами цель. Как ее искать на нашей карте? Как понять то, что мы можем пробить эту цель, чтобы не потерять большое количество своих войск. Вот у нас сейчас замок 16 уровня. Слабенький, потому что это ферма. И в первую очередь, смотрите, короче, зачем нам телепорты Альянса? Вот у нас 4 штуки. Если это ваша ферма, не важно, может быть основной. Вы просто выходите из своего Альянса. Да, вы потеряете сундучки на сутки. Вы не сможете сутки открыть сундучки Альянса. И также вы при штурме, смотрите, вот у нас есть штурм, набег призраков. Вы не получите тоже награды за личный рейтинг, если покинете в эти моменты Альянса. Все остальное, в принципе, ворота, вы просто возвращаетесь, когда в Альянсе, и заново кидаете ключик, если вы там не получится у вас участвовать. Все, улетаем сейчас на случайном телепорте. Также у нас сегодня в рекламе сайт с мини-играми. Играть тут можно на реальные деньги. Можно бесплатно получить деньги. Тут есть раздел бонусы. Также тут вот в чатике можно, бесплатно раздают иногда денежку. Ну, собственно, про денежку, это каждый сам разберется. Пополнение тут обычное. Есть большой выбор игр. И вот просто вот вы играете, разгадываете по сеансе и забираете денежку. Если некоторые игры может прям повезти, и вы можете словить очень большие иксы. Вот, смотрите, список победителей в данной, именно последних там буквально пяти минут. То есть, и он каждый раз обновляется. Переходите на сайт, ссылочка будет в описании. Смотрим в округе. Можно так искать. То есть, первый способ. Вы летаете на случайном телепорте, ищите по карте там замки и шпионите их. Но это не совсем выгодно, это далеко. И потом все равно нужно тратить продвинутый телепорт. Что я вам предлагаю сделать? У нас есть телепорт альянса. Мы переходим. Как смотреть первое? Смотрите, в каждом королевстве практически, в каждом есть правило. Нап там 15, нап 10. Что это такое? Это нельзя атаковать альянсы, которые входят в топ-10, топ-15 и так далее. В зависимости, какой у вас нап. Как это смотреть? Вы переходите, нажимаете на картинку, нажимаете лидеры, силы альянса. И вот они пошли. То есть, вот у нас в королевстве нап 15, да? То есть, вот эти вот 15 первых альянсов нельзя атаковать. Все остальное, все, что ниже, как бы на нап не распространяется. Но я вам советую. На карте достаточно большое количество различных игроков. Вы просто переходите. Вот, допустим, нажимаем сюда. Тут все 50 из 50, да? Нажимаем следующий. Вот, 39. Тут закрытый вход, смотрите. Тут мы уже открывали. Нажимаем, а тут, вот сюда нажимаем. Тоже 50 из 50. Следующий альянс. Тоже 50 из 50. Следующий. Тоже занят. И ищем альянс, в котором есть местечко. Нам нужно, главное, найти местечко. Вот, для телепорта. И открытый вход. Все, нажимаем участвовать. Дальше, что мы делаем? Мы берем телепорт альянса использовать. И мы подлетаем сразу в эту кучку замков. Вот они, они, где они находятся. То есть, вот. И нажимаем телепорт. Дальше, что мы делаем? Дальше, мы покидаем этот альянс. И начинаем, естественно, шпионить. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно прошпионить, чтобы найти наш ресурс. То есть, нас сразу, видите, как близко кинуло. Даже если, там, мы находим сейчас количество ресурсов. То есть, вот. Тут под серебром мы можем пограбить. Есть. А тут. Тут ничего нет. В принципе, смысла даже тратить нет. Тут тоже нет. И тут тоже нет. Что мы делаем? Опять снова идем сюда. Нажимаем лидеры. Сила альянса. Это самый дешевый способ перелета. И вас сразу прям кидает к замкам, которые, ну. Которые они есть. Вот, нажимаем сюда. Участвовать. И снова нажимаем наш телепорт альянса. Это можно использовать как ферму. Смотрите. Вы на ферме тратите телепорты. Тем самым вы на основе бережете их. Если вы с фермы нашли, вы основой прилетаете. Спокойно и убиваете. И грабите. То есть, такая же фишка можно использовать, чтобы не тратить телепорты на нашем основном замке или золото. Открываем шпион. Нету. Количество войск. Большое. Давайте следующий откроем. Четырнадцатый уровень. Давайте. Без разницы. Вот такой уровень открываем. Вот. Смотрите. Ресурсы. Теперь вопрос. Как мы выиграем? Выиграем мы или нет? Смотрите. Вот мы нашли. Буча ресурсы. Смотрите. Четырнадцатый уровень замка. На что нужно в первую очередь смотреть? Это количество, качество войск. То есть, уровень войск. Смотрим отчет шпиона. Вот он, наш отчет шпиона. И смотрите. В основном преобладают войска какие? Т-третье. Их очень большое количество. Дальше идет Т-2. Т-1. И есть небольшое количество Т-4. То есть, даже большое количество. Потому что пехота, она в обороне. Уровень дирижабля. Смотрите. Уровень дирижабля первый. Это уже большой плюс. Смотрите. Уровень ворода. Десятый. Это тоже плюс. Мы смотрим на эти показатели. И сравниваем со своими. То есть, количество войск 67 тысяч. То есть, если я сейчас вот этим вот своей фермы атакую. Вот этот вот замок. Я потеряю большое количество войск. Да, есть такой глюк в этой игре. Когда шпионишь противника на карте. И потом нужно зайти назад в замок. И снова вернуться на карту. Потому что у меня всего на этой ферме находится 60 тысяч войск. Давайте я вам покажу, в принципе. Вот. И смотрите. У нас есть Т-5. Ну, их очень маленькое количество. Есть Т-4. Их тоже маленькое количество. И в основном у нас преобладает Т-3. Но это тоже не так много. А там много Т-3. И Т-2. И Т-1. Смотрите. У нас вообще 52 тысячи. Да, дирижабль у нас третьего уровня. Ну, это нам ничего не даст. Мы потеряем очень большое количество войск. В атаке. Потому что... Сейчас мы прошпионим 19 уровень замка. Чтобы шпионить. Нам нужно прокачать, естественно, нашу дозорную башню. Смотрите. Вот. Вот мы нашли магические кристаллы. И 5 тысяч. Мы смело можем начать грабить эти магические кристаллы. Тут, если я атакую... Сейчас. Даже вот у меня 16 замок. Я атакую 14. Даже. Можем еще поглядеть профиль. Если открыто снаряжение. То есть снаряжение, как у нас. Смотрите. Копия. То есть я убьюсь. И вы убьетесь. Если там уровень войск приблизительно у вас равен. И количество войск равно. Вы не атакуете. Если вы атакуете, вы убьетесь. Все. Вот. Смотрите. Мы атаковали 5 тысяч. Потеряли 280. Почему нельзя убиваться в атаке? Потому что в атаке ваши войска умирают. Они не попадают ни в убежище. Ни в святилище. Ни в лазареты. Они просто исчезают. Ваши войска при атаке. Смотрите. Даже у нас тут вот некоторые параметры выше. Ну. Это не. Не. Прям небольшое количество этих параметров. Высокое. Сейчас мы еще раз посмотрим. Что у нас тут есть. И стоит ли нам основной замок сюда везти? Нет. Основной замок ради этого не стоит везти. Этот будет далеко. Так. Сюда мы не сможем зателепортиться. Смотрите. Нужно еще вставать где-нибудь рядышком. Вот. Мы можем прошпионить вот эти вот альянс замочки. Это с фермой. И если на них есть ресурс. Мы можем с основы прилететь. Спокойно ударить. Если у вас основной замок сильный. Ну. Естественно это моя ферма. Будь. Допустим. Это мой основной замок. Но 16 уровня. Естественно. Тут было бы больше войск. И я бы смог проатаковать. Сейчас я в принципе вам все покажу в дальнейшем. Сейчас мы перейдем на замок. Сейчас вот. Смотрите. 500 тысяч серебра. Ой. 500 просто серебра. Тут серебра особо нету. Ресурса нету. И тут смотрите. Даже 110 тысяч. Тут. Количество войск. Конечно. Очень решает. Ну. Лететь сюда особо в принципе даже незачем. С основного замка. Давайте мы еще найдем какой-нибудь альянс. Чтобы найти ресурсы. И прилететь с основы. И бабахнуть его. То есть. Мы еще раз переходим в лидеры. Силу альянса. И сейчас я по пунктам вам еще расскажу. Что влияет на вашу победу. Нажимаем участвовать. Первое. Это количество войск. Вашего похода. И количество войск в замке. Если оно приблизительно равно. Это уже стоит задуматься. Атаковать ли нам или нет. Но. Мы можем легко это количество войск пробить. Если они низкого уровня. То есть. Смотрим дальше. Качество войск. Уровень войск. Перелетели. Покидаем. Следующий параметр. На что мы смотрим. Это уровень дирижабля. Потому что уровень дирижабля. Дирижабля. Очень сильно. Тоже влияет. И. Смотрим. Ну. В принципе. Это все основные параметры. Что нам нужно знать. То есть. Этот альянс. Уже почищены. Ничего. Собственно. Нету. Давайте еще прошпионим пару замков. И полетим. То есть. Вот это вот дешевый способ перелета. Даже там вот. Я не стал забирать те ресурсы. Они мне просто не нужны. Ну. Люди которые. Я просто играю с фермами. Люди которые играют без ферм. Это большое. Большое преимущество. Вот. Смотрите. Т3. Да. 24 тысяч. Такой замок с радостью. Легко можно убить. Еще фишка. Я сейчас ее расскажу. Мы сейчас еще разочек вступим. У нас есть еще один телепорт альянса. Давайте. Лидеры. Нам надо найти альянс. Который не почищен. Желательно. Чтобы спокойно. И советую искать иностранные альянсы. Потому что. Многие иностранные игроки. Держат большое. Огромное количество ресурсов. Открытым. У русских. Вы много особо ресурсов. Не найдете. Вот. Мы перешли еще в один альянс. И используем наш последний телепорт. Также. Мы можем задействовать другой замок. Другую ферму. Стоп. Мы тут только что были. Да. Бывает и такое. И пока входы будут открыты в эти альянсы. Вы всегда сможете летать. И спокойно грабить. Давайте еще раз опустимся. Вот мы тут были где-то. Да. Или мы тут тоже были. Уже. Уже. Уже путаемся. Тут самое главное запоминать. Я сейчас для видео это ничего не запоминал. Сейчас мы еще в принципе найдем. Вот бомбу. Так. Не повезло. Это самое большое количество перелетов. Самое дешевое количество перелетов на таком телепорте. Они каждый день добываются у нас в привалочке. Ну и все в принципе. Давайте. Это последний альянс. Сейчас мы все прошпионим. Если что найдем. Просто подталкиваю основу. И уже покажу само сражение. С фермы атаковать я не советую. То есть. Я уже сказал какие параметры самые важные при атаке. Чтобы не потерять свои войска. Вот. Тут вообще вы видите ресурсов особо нет. Т6. И смотрите. Дирижабль. Некоторые части уже до 30 прокачаны. То есть. Вот. Вот. Об этот замок будет очень тяжело. Ну. Как. Вы пробьете естественно. Ну. Тоже потери. И уже будет. И тут нужно смотреть. Сопоставить ли ваши потери. Тому количеству ресурсов. Которые вы ограбите. Может быть оно. Это не будет стоить. И вы просто потеряете свои войска впустую. Тут даже есть смотрите. 20 уровень замка. Сейчас мы еще тут посмотрим. Прошпионим. Прошпионим тоже этот 20 уровень. Вообще пустые. Как будто их уже все подвычистили. Даже в 20 нету. Нету войск. Просто нет. Давайте еще один телепорт потом найдем. И перелетим. Либо слетаем в тот альянс. И уже там можно будет подчистить. Почему стоит забирать все ресурсы. Даже если вы в них не нуждаетесь. Потому что можно обменивать в прилавки. Вы конечно. Я вам советую. Обязательно всегда грабьте. Первые. Это еду. Вот эти вот. Руду. Ее меняете в прилавке. Каждый день просто. И получаете хорошие там награды. Либо серебро вы уже получаете. Либо еще что нибудь. То есть телепорты. Такие же серебро. Железо вы выгодно меняете. То есть те ресурсы. Которые редкие. Вы их можете получить спокойно. Вот смотрите. Гляньте как тут. Много шестнадцатых замков. Может быть сейчас мы найдем хороший куш. Прям вообще большое количество. Так. Еда. Нам нужна еда. Нам нужно чуть-чуть. Чуть-чуть. Открыть еды на нашей ферме. Так. Мы это шпионили или нет? Нажимаем проверить отчеты. Так. Тут магические кристаллы. Тут тоже ничего нету. Тут тоже ничего нету. Так. Три замка мы прошпионили. Шпионим остальные. Может быть все таки нам повезет. И мы прям что нибудь такое хорошее найдем. Из-за мелочи летать я вам не советую. Потому что ну вы как бы потратите телепорт. Если вы используете телепорт Альянса с основного замка. Вот как сейчас я летаю с фермой. То это в принципе выгодно. Нужно почищать все. Куда бы вы ни прилетели. Все почищать. А вот такие продвинутые телепорты нужно уже сопоставить. Будет ли она стоить 2000 золота. Перелета. Ради там маленького количества ресурсов. То есть. Это уже. Это уже другое. Так. Все. Это последние шпионы. Что особо ресурсов тут немного. И вот давайте мы все таки перейдем. Смотрите. Вот. Приблизительно соперник. Третий уровень дирижабля. 14. Тоже 16. Блин. Как же это бесит в этой игре. И мы сейчас можем с фермы даже пробить. Я думаю. И смотрите. Какие важные действия нужно будет сделать перед атакой. Я даже сейчас не пожалею ресурсов. То есть. Смотрите. Вы активируете трезубец. Следующее. Вы открываете преимущества. Тут конечно сейчас их нету. Они добываются в катакомбах. Увеличивается атака на 2 часа. И увеличивается оборона войск на 2 часа. Откроем профиль. Посмотрим снаряжение. Снаряжение как у нас. И смотрите. Какое количество войск. То есть. Мы открываем сюда еще раз. Вот. 36 тысяч. Т-4 мало. В основном это Т-3. Дирижабль 3. Даже. Ну. Дирижабль хорошо вкачанный. Можем даже чуть-чуть другого найти послабее. Вот. Смотрите. Второй дирижабль. А тут уже Т-4. Т-4 тоже. Т-4 даже это вот прям мощно. Нам нужно пробить с нашими 50-ми тысячами кого-нибудь. Чтобы и много не потерять. Ну давайте. Первого в принципе. Дирижабль не дирижабль. 36. Вот он этот замок. 16 уровень. У нас 51 тысячи. И я вам скажу так. Сейчас мы потеряем большое количество войск. Ну в принципе потери будут равнозначны. Плюс-минус. Чисто ради видео сделаю. Не жалко. Но вы так никогда не делаете. Потому что тут. Смотрите. У меня на ферме. Ни камни не вкачаны. Ни первого уровня. Дирижабль. Он третьего. Все остальное тут тоже не прокачано толком. Ну академия немножко по уровню академии. И то это не максимально. Плюс у него будут все параметры. Обороны прокачано. Поместье. Атака поместье. Армии поместье. Там здоровье армии поместье. Смотрите. Все это все. То есть смотри. Бам. Оказывается мы очень легко пробили. А ну тут смотрите. Ну как легко. Вот смотри. 6 тысяч тоже потерянные. Наш. Он то вылечит их. А мы уже целиком потеряли. Смотрим по параметрам. И по параметрам мы видите. Плюс минус одинаковые. Но. Вот видите. Атака армии поместье. Она не прокачана. Будь у него прокачана атака армии поместье. Это была бы большая потеря. Даже видите. Вот 35 тысяч. Мы 6 тысяч потеряли убитыми. Просто убитыми войсками. Это. Это большое на самом деле. Количество потерянного. Войск. Ради такого количества ресурсов. То есть. Мы старайтесь искать. Более слабого соперника. Либо. Чтобы у него уровень войск. Там их хоть и много. Да. Ну мы им добьем теперь. Смысла нет. Чтобы их было много. Но уровень маленький. Надеюсь данный видеоролик будет полезен. Потому что в атаке вам. Ну вот не советую убиваться. Если у вас есть сильный игрок в Альянсе. Вы всегда можете также найти Альянс какой-нибудь. С помощью телепорта Альянса. И там большое количество ресурсов. Вы позвать его. Чтобы он помог вам и ограбить. И вычистить замки. Тогда вообще вы будете шиковать. Либо используйте кооперации. Соберитесь вдвоем. И за счет большого количества войск. Вы будете подавлять. Ваших соперников. То есть вы там вдвоем летаете смело. И убиваете. Тогда вообще вам будет проще. Вы создаете кооперацию. И благодаря кооперации. Вы там смело. Вот видите. Даже мы еще тысячу потеряли. Пробиваете. Тогда это будет выгодно. И вы можете. Вот такие вот все маленькие Альянсы. По карте. А их вы видели. Там больше сотни. Просто все подчищать под ноль. И всегда у вас будут ресурсы. И вы также сможете вот эти вот кристаллы и еду менять на серебро. Которого вам не хватает. И смело расти. И быстро расти. Всем спасибо за ролик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok